Алтайский край в этом году отмечает юбилей своего знаменитого земляка Василия Шукшина. И хотя самые масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут в июле, празднование 90-летия Василия Макаровича уже началось. Официальное открытие фестиваля состоялось в начале февраля показом балета по рассказам писателя «Жил человек». Одной из первых подключилась и 107-я школа Барнаула, которая находится на улице Шукшина. Здесь в музее открылась экспозиция, посвященная актеру и режиссеру. А еще школа стала инициатором видеомарафона «Читаем вместе Шукшина». Что это такое, узнаем у Татьяны Дорцвейлер, педагога-библиотекаря школы номер 107 города Барнаула и соорганизатора проекта «Читаем вместе Шукшина» Александра Грина. Татьяна Юрьевна, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, ну к вам первый вопрос, так как вы инициатор этого видеомарафона. Вообще расскажите, что это за конкурс и как он превратился в видеомарафон. Ну хочу сразу сказать, что это не конкурс, это все-таки видеомарафон. У нас не было задачи проводить конкурс. У нас, мне кажется, достаточно конкурсов проходит в Барнауле, в Алтайском крае. А вот видеомарафон такой проходит впервые. Читаем Василия Макаровича Шукшина. И наша задача и цель основная была привлечь внимание к творчеству Василия Макаровича, наших ребят-школьников от 12 до 17 лет. Ну вот видеомарафон-то в чем будет заключаться? То есть это как будет происходить? Ну сам марафон будет проходить у нас в три этапа. Первый этап у нас, читая, нужно подать обязательно заявку. Заявка подается с 1 марта по 11 марта. Подается заявка от школы, организатора, участника марафона. На своей площадке школы-участницы организуют мероприятие. То есть мы не только просим провести конкурс чтецов внутри школы, чтобы выбрать лучших ребят и отправить их к нам на видеомарафон, а мы просим, чтобы проводились просто цикл, также цикл мероприятий, посвященные творчеству Василия Макаровича Шукшина. Проводились выставки, какие-то чтения свои школьные, также чтобы привлечь ребят именно к произведениям Василия Макаровича. Ну и к самой личности уникальный, мне кажется, человек, который достоин внимания. Будущие участники, получается, они должны свое чтение Шукшина снять на видео и прислать? Или видеомарафон – это только то, что в финале этого конкурса, так скажем, работы, чтения школьников, ролики с их чтением выйдут на телеканале Катунь-24? Все-таки видео в чем заключается? В чем заключается именно видео? Школьники при, наверное, подготовке определенной, непросто, вот снимается какой-то отрывок из произведения, потому что ролик небольшой, мы ограничиваем всего одна минута. Но так как мы проводим не единственный этот видеомарафон, а у нас есть и компания «Компания Александр», организация, которая нам помогает в подготовке ребят, также у нас Акип Кро, наши организаторы, и Катунь-24. Поэтому вот одно из условий Катунь-24 телеканала было, чтобы ролик был не более одной минуты, поэтому мы на это обращаем внимание. То есть дети снимаются изначально себя сами? Дети либо сами, то есть здесь мы никак не прописываем это условие, либо сами, либо при помощи. У нас есть организованная площадка, она работает в городе, при библиотеке имени Башунова, где будет профессиональная видеосъемка, организована по согласованию с руководителем этой площадки. Если есть возможность, снимается в школе, снимается либо на телефон, если есть хорошее качество, вот есть возможность снять с хорошим качеством. Если нет, то привлекаются какие-то еще сторонние организации, которые будут помогать в съемке. И эти видеоролики присылаются к нам на электронный адрес, который указан в положении. Ну и получается, вы из них будете выбирать лучшие? Мы будем выбирать лучшие. У нас есть, которая прописана, рабочая команда, которая непосредственно будет заниматься отбором лучших работ. И эти лучшие работы по итогам, они будут, войдут в программу на телеканале Катунь-24. Здравствуй, милая мамочка. Получил твое письмо с песнями. Я и то первое тоже получил, но от эти все недосуг было. Сейчас очень много работы. Работа такая будет все лето. Свой диплом я сдаю в конце августа, а там, обещаю, самым серьезным образом приеду. Александр, ну расскажите о своей роли в этом видеомарафоне. Ну, роль, наверное, не такая уж большая, но полезная. Потому что каждый, кто читает такие произведения, то есть они должны это с чувством, с толком, с расстановкой. И мы уже провели ряд репетиций с ребятами и попробовали почитать. И действительно, они читают, они историю читают Василия Макаровича Шикшина, как все у него происходило в жизни, и только потом приступают к самим произведениям, написанным автором. Поэтому здесь, конечно, проникновение идет со всех сторон. И ощущения. Ну и, конечно, работа над со словом. Прочувствовать, понять. И тем более не передавить где-то. Потому что Василий Макарович Шикшин, он же все-таки простой наш, как говорится, мужик, да, то есть с Алтая, который все-таки с большим миром внутренним. И здесь все это передать, тут главное не передавить. Ну вот на Ваш взгляд, на что все-таки больше стоит обращать внимание при чтении? Или, может быть, Вы, как люди, которые будут выбирать лучших, это вот какая-то проникновенность чтения, выразительность? Или, может быть, умение изменять голоса, вот когда диалог какой-то читает? Да тут все вместе. Ну, конечно, я почему и обращаю, буду в любом случае внимания на естественную подачу текста. То, как ты чувствуешь, как ты читаешь, понимая, о чем ты говоришь, да, передаешь. И, конечно же, это игра слов, выражений, легкости в подаче этого текста. Татьяна Юрьевна, ну вот Вы уже обозначили, что школьники с 12 до 17, да, если я правильно запомнила, лет могут принимать участие, а взрослые, если вдруг им захотелось, учителя, допустим, те же. К сожалению, нет. Вот в нашем видеомарафоне участие взрослых не предусмотрено. Ясно. А вообще список возможных для чтения произведений, он как-то ограничен? Или это вот там? Абсолютно нет. Знаете, нет, мы не публиковали, зачем мы будем ограничивать. Пожалуйста, ну вот единственное такое пожелание, все-таки брать первоисточник. Вот я сегодня специально в студию взяла девятый том Василия Макаровича Шукшина, который вышел в 2014 году. Я думаю, что во многих школьных библиотеках он есть. Берите оригиналы, произведения, и можно взять, то есть в этом девятитомнике абсолютно все произведения, есть даже в девятом томе вошли незаконченные произведения Василия Макаровича. Восьмой том, там его письма. Я считаю, что вот это чудесный материал для прочтения. Письма Василия Макаровича своей маме, Марии Сергеевне. Ничего лучшего предложить, на мой взгляд, для школьников я не могу. Также есть цикл у Василия Макаровича произведений, ну такого, скажем, детского чтения. Из детских лет Ивана Попова, который тоже мы прекрасно знаем, там входит цикл рассказов. Тоже чудесный, наверное, материал для прочтения. Абсолютно. Единственное, что, наверное, нужно найти тот свой отрывок, который будет для тебя близок, который ты прочувствуешь. Но для этого нужно обязательно прочитать произведение, проанализировать его, как уже говорил Александр, и серьезно отнестись к этому делу. Маме нравилось, что я много читаю, но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же выяснили причину такого страшного отставания книги. А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает, зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. А вообще, в целом, на ваш взгляд, Шукшин и детское восприятие, они близки или все-таки больше Шукшин для взрослых? Я могу сказать про себя. Я познакомился с Шукшином, когда я был в школе, а потом уже и в Институте культуры. И мы в Институте культуры сделали такое достаточно интересное произведение по рассказам Шукшина, его письмам, и с нашим мастером Михаилом Тумашовым мы представили это произведение уже непосредственно на первых таких, я знаю, как бы сказать, чтениях Шукшинских, да, около музея, на открытом воздухе, и потом уже на горе Пикет. И вы знаете, насколько это была такая синергия, потому что ты выходишь, читаешь, ты соприкасаешься вот именно с тем бытом, с теми ощущениями, которые он переживал, да, и нес. И вы знаете, все люди плакали, после этого плакали. И вот такого ощущения не добивались, вот мне кажется, уже последние годы. Мне кажется, сейчас вот как раз вот и нужно закладывать это ощущение у наших детей, а нашим родителям, ну они достанут сейчас Томик Василия Макальевича Шукшина и прочтут, наконец-то, те произведения, которые действительно у нас где-то там на подсознании лежат. А сколько предполагается победителей, да, в видеомарафоне, и будут ли они как-то по номинациям, может быть, разделены? Нет, номинации нет, это опять же, еще раз повторюсь, это все-таки не конкурс у нас. Победители, количество победителей у нас не ограничено, и у нас как таковых победителей не будет. У нас будут лучшие участники, кто действительно прочувствовал, кто подошел ответственно к данному мероприятию, ну и кто читал от души. А уже есть сколько-то заявок? Вы знаете, вот несмотря на то, что он недавно у нас совсем стартовал, у нас у меня уже около 20 заявок. Но это в основном Барнаулы или все-таки край тоже? Край, потому что марафон краевой и очень много. Наверное, сельские жители, ему более понятен, Василий Макарович, и участников больше, конечно, у нас пока что с краем. Ну, предполагается-то финал в каких числах? По-моему, апреля, да? Да, там апрель месяц у нас, то есть до 19 числа апреля мы принимаем заявки, уже готовые работы не заявки, а готовые работы, и подведение итогов с 19 по 25 апреля у нас. Ага, и получается, что на телеканале Катунь-24 будут, ну не всех же участников показывать? Ну нет, лучших. Только лучших. Вы же тоже будете участвовать, а двой участников. Я хочу отметить, что вот все-таки телеканал Катунь-24 подхватывает такие проекты, берет на вооружение, потому что я здесь уже не первый раз в студии, а проект арт-проект «Любимые стихи», да, то есть который уже второй сезон. Да, а прозу сложнее читать и проникаться этой темой. Поэтому, дорогие друзья, смотрите телеканал Катунь-24 и просвещайтесь, от этого становится и внутренний мир богаче. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все, больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз. По пять часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром. Но все равно, это же какой надо иметь организм. Комский в субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. А вот вообще такая вот идея видеомарафона еще и с Шукшиным связанная, она уже где-то воплощалась или это прям совсем что-то такое новое, свежее? Ну, смотрите, 90 лет, поэтому это объясняет, почему Шукшин. Ну, а вообще видеомарафоны, насколько я знаю, они есть и всероссийские у нас, и читали и Пушкина, и, по-моему, Блока читали, да? Если Тургенева был юбилей, читали тоже. Поэтому, может быть, надеюсь, эта идея сама не нова, но вот именно Василия Макаровича это впервые. По крайней мере, я не знаю. Ну и, наверное, завершающий вопрос, вот на ваш взгляд и ваш, Александр, и ваш, Татьяна Юрьевна. В чем ценность подобных конкурсов? Ну, хорошо, не конкурсов, а видеомарафонов, фестивалей. Так и хочется. Конкурсы. Просто как-то привычнее, что все равно какой-то отбор происходит, выбираются победители. В чем ценность? Ну, в чем-то вот в данном случае, в уникальности, что это Василий Макарович. Ценность, наверное, в том, что лишний раз мы по своей воле берем и читаем произведение Василия Шукшина. Ценность, наверное, в том, что так интереснее жить, когда происходит что-то новое, что-то для тебя, попробовать свои силы в чем-то другом, в чем ты еще не пробовал. Ведь художественное чтение – это тоже искусство, которому люди учатся. И, учитывая, что у нас Василий Макарович не самый, наверное, простой для такого прочтения писатель, это еще раз больше, наверное, подстегивает к изучению этого искусства. Ну, я просто хочу сказать, что главное, вот какая ценность во всем, что было и есть и будет. Потому что слово, которое все-таки заложил Василий Макарович Шукшин, оно обрисовывает весь быт Алтайского края, ну и, конечно же, показывает русского человека. Я благодарю вас за участие в нашей программе. А зрителям я напомню, мы говорили о видеомарафоне «Читаем вместе Шукшина», инициатором которого стала 107-я школа Барнаула. А результаты конкурса можно будет увидеть на телеканале «Катунь-24» в специальных рубриках. До новых встреч!